Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс программа Топлодгали. Я Лариса Кириллова и, как всегда, в это время мы говорим о событиях, которые не остаются незамеченными как в нашем городе, так и в нашей стране в целом. И сегодня наша программа будет посвящена вопросам образования, и в частности попытаемся найти ответ на вопрос, чем закончилась забастовка учителей, которая прошла в Латвии на прошлой неделе, что ожидают школы и школьников в новом учебном году. Вот об этом и не только. Сегодня мы говорим с директором Викернигской основной школы, а также депутатом Аугдагузского самоуправления Алексеем Мацкевичем. Добрый вечер, Алексей! Добрый вечер! Ну, а по традиции начинаем программу с обзора новостей. 28 апреля Даугапл с официальным визитом посетил министр климата и энергетики Раймонд Чудерс, который встретился с председателем городской думы Андреем Элсеншем, посетил предприятие Даугапл Силтумтыкле, где подробно ознакомился с работой за последние годы в области теплоснабжения города. В ходе разговора были затронуты вопросы о том, как предприятию и муниципалитету удалось за короткий промежуток времени в условиях энергокризиса адаптироваться к работе с привлечением более дешевых энергоресурсов, чем природный газ, тем самым предотвратив тяжелые последствия, грозившие всей тепловой энергетике города. Как известно, во многом этого удалось достичь за счет котельной на щепе, построенной на территории ТЭЦ-3 и модернизации других тепловых станций. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем. Также в ближайшее время будет реализован проект по строительству еще одной котельной на щепе на ТЭЦ-2. Запланированы и другие мероприятия по снижению тарифа на тепловоснабжение в городе. За последние два года Даугаплс инвестировал около 35 миллионов евро, чтобы сделать тепловые сети безопасными, чтобы тариф на тепловую энергию был бы доступным для жителей. И на данный момент, те времена, когда исторически у нас более 50% тепловой энергии вырабатывали частные компании, закончились. Сейчас более 90% тепловой энергии мы производим сами, и мы абсолютно независимы от частников. При этом мы дифференцировали наши энергоресурсы. Это означает, что мы можем использовать щепо, нефтяной газ, пропан-бутан, дизельное топливо. Это все помогло нам снизить тариф со 175 евро до 79. И моя задача, а также задача моих коллег заключается в том, чтобы тариф на отопительный сезон не превышал 85 евро за мегаватт-час. Это очень и очень важно для нашего города. И следующей нашей главной задачей является сохранение медианы, сохранение госкомпенсации еще на один отопительный сезон. Нам важно достроить новую котельную на щепе и продолжить снижение тарифа. А также для нас важно, чтобы государство больше оказывало поддержку программам по развитию небольших котельных и теплотрасс. И тогда ДАГУПЛ стратегически выполнит свою домашнюю работу, которую не удалось сделать за последние 30 лет. Представители Министерства климата и энергетики высоко оценили работу, проделанную самоуправлением ДАГУПЛ-Силтон-Тыкли, подчеркнув, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам, который произошел в нашем городе очень быстро, будущим станет характерным для всей отрасли энергетики с учетом климатических условий. И ДАГУПЛ на своем примере показал, как этот переход можно осуществить продуктивно и быстро. Самоуправление столкнулось с большой проблемой, связанной с природным газом как основным компонентом теплоснабжения. Этот удар был настолько мощным, что потребовалось быстро принимать решения о внедрении других альтернативных видов топлива. И это уже произошло в этом сезоне. Эти усилия, на мой взгляд, привели к очень хорошему результату, который уже оказывает положительное влияние на тарифы на тепло в ДАГУПЛСе. И это самое главное. Приятно было обсудить дальнейшие шаги, чтобы централизованное теплоснабжение как форма базового теплоснабжения в таком большом городе, как ДАГУПЛС, стало в первую очередь популярным и всеми поддерживаемым. Потому что только вместе мы можем добиться самого эффективного результата. В качестве одной из важнейших задач на следующий этап развития ДАГУПЛС-ТУМ-ТИКЛИ перед собой ставит модернизацию теплотрасс. Реконструкция некоторых участков произойдет совсем скоро. Уже на следующей неделе, параллельно с проектами строительства и реконструкцией трамвайных линий, начнется замена участков теплотрасс в новых стропах и в микрорайоне химиков. С падением грунтовых вод на гурицких кладбищах, которые в этом году попали в зону затопления, начались работы по восстановлению мест захоронения. Уже в конце прошлой недели коммунальные службы доставили на кладбище два грузовика или около 24 кубометров щебня, которые можно свободно использовать для обустройства мест захоронения. За несколько дней этот материал был израсходован, поэтому запасы щебня пополнили вновь, привезя еще столько же. Несмотря на то, что горожане уже активно приступили к очистке мест захоронения, специалисты правления коммунального хозяйства напоминают о том, что грунтовые воды по-прежнему все еще высоки и призывают людей не торопиться, чтобы впоследствии не пришлось проводить восстановительные работы повторно. В коммунальные службы также уже поступают звонки, в частности, 8 звонков поступило от жителей с просьбой выделить им субсидию для проведения работ. Данные вопросы самоуправлением рассматриваются. А случаи, когда были запрошены другие виды помощи, все еще также рассматриваются. Дополнительную информацию по этим вопросам можно получить по телефону 654-76-479, а звонить следует только по рабочим дням. На одно заброшенное аварийное здание в Дагополсе в ближайшее время станет меньше. В микрорайоне химиков по улице Инженеру начались работы по демонтажу заброшенного здания бывшей овощебазы. На протяжении многих лет оно было местом, в котором постоянно фиксировались противоправные действия. Но только спустя годы владелец недвижимости подготовил документы на снос объекта и обещал самоуправлению заняться ликвидацией старой постройки. Но чуть позже стало известно о том, что объект продан. Судя по всему, в планах нового владельца, представляющего одну из торговых сетей, привести здание в порядок и открыть там магазин. Видимо, планируется снести только часть здания, а затем его перестроить. В любом случае, это хорошая новость для жителей микрорайона, которые наконец-то избавятся от аварийного строения. 1 мая давно уже значится в календаре как праздничный выходной день. Вероятно, это и стало поводом для контрабандистов попытаться переправить по Даугове нелегальный груз. Но усыпить бдительность пограничников не удалось и на этот раз. В понедельник латвийские пограничники пресекли незаконное перемещение сигарет через латвийско-белорусскую границу. Незаконный груз был обнаружен сотрудниками Педруйского отдела государственной пограноохраны. С помощью средств технического наблюдения они обнаружили на реке плывущий подозрительный объект. С помощью моторных лодок объект был доставлен на берег, и это оказался плод с контрабандными сигаретами. По факту было изъято 120 тысяч сигарет «Премьер» с белорусскими акцизными марками. По данному факту начат уголовный процесс по контрабанде табачных изделий в крупном размере. В воскресенье 7 мая на стадионе «Локомотив» в рамках чемпионата второй польской лики пройдет очередная гонка. Даугубовская команда «Оптибет Локомотива» принимает у себя на треке, пожалуй, самого неудобного для себя соперника, команду «Бэтмед Калияш» из «Ополе». Именно она в 2021-2022 годах стала непреодолимой преградой для нашего клуба за выход в финал. Тогда спидвисты из польского «Ополе» выиграли все четыре гонки у нашей команды. А в прошлом году «Оптибет Локомотива» одержал победу в домашней гонке основного рандом, но уступил на выезде в обоих полуфинальных гонках. На данный момент команда из «Ополе» является лидером чемпионата. Она выиграла все свои гонки и в ее копилке уже шесть очков из шести. Начало гонки в 16 часов. Для обладателей билетов на трибуну А вход на стадион только со стороны улицы Елговос, а на трибуну Б только со стороны улицы Пушкина. Итак, мы вернулись в студию и, как я уже сказала в начале, мы начинаем говорить об образовании в Латвии. Алексей, на прошлой неделе в стране наконец-таки состоялась трехдневная забастовка учителей. И, как известно, первый день забастовки был посвящен акции протеста. По большому счету, учителя Атвийские собрались в Риге, чтобы встретиться с премьером, министром образования. Вот на ваш взгляд, вы смотрите так со стороны, вы удовлетворены теми результатами, к чему привела эта забастовка? Или это все настолько временно, что говорить о том, что мы должны быть рады преждевременно? Если говорить о результатах, то это явно преждевременно, потому что на данный момент нет никаких конкретных цифр и сумм. Также не принято изменения в нормативных актах, которые регламентируют порядок и количество этих выплат. Поэтому я вместе со всеми учителями, мы ждем 10 мая, потому что именно до 10 мая профсоюз дал время Министерству образования подготовить информацию о повышении. И надеюсь, в этой информации будут действительно изложены все вот эти моменты, которые связаны с повышением образования. Что касается предварительных суммах и те суммы, которые, например, находятся в распоряжении самоуправления Аждаудзил края, к сожалению, они не очень приятны, потому что наоборот мы видим какое-то снижение. Но пробуя связаться с Министерством, к сожалению, пока нам не удается, потому что в Министерстве пока есть трудность ответить нам, кто именно занимается этим вопросом. Поэтому подождем 10 мая, увидим информацию, которую подготовило Министерство образования, ну и уже будем делать выводы, исходя из имеющейся информации. Ну у нас с вами сегодня разговор такой открытый, по большому счету, да, и сколько раз учителя выходили на улицы, в том числе и столицы, сколько раз они бастовали, находясь у себя, скажем, в классах, да, не проводя учебный процесс. Но это было очень много раз, и каждый раз, по большому счету, учителям бросали кость, а через год, через два мы опять слышали, профсоюз зовет всех на забастовку. Вот на ваш взгляд, это что такое? Это, ну, чтобы отвязаться от надоевшей мухи, которая вечно, знаете, жужжит возле уха и мешает там решать государственные вопросы. Вот что это? Почему такое отношение к учителям? Конечно, на мой взгляд, был упущен момент, когда действительно мы очень громко, ну, учителя могли заявить о себе, и действительно, наверное, в сентябре это было самое подходящее время перед выборами. Сейчас политики немножко расслабились, могут себе позволить какие-то грубости, вульгарности по отношению к учителям. Но насколько я общался и с представителями профсоюза, и с руководителем профсоюза Ингой Иваногой, то они действительно настроены очень воинственноще. И вот я уже успел упомянуть, что во Уждалгарском крае, ну, по цифрам пока выходит так, что у нас не увеличение, а даже уменьшение планируется. А с чем это связано? Вроде бы как всем одинаково добавляют. Да нет, Лариса, пока трудно это сказать, потому что теми цифрами, которые министерство может оперировать, их очень много, начиная от коэффициентов, заканчивая там целевыми дотациями, которыми они сами высчитывают. Может быть, они планируют другую систему финансирования ввести. Здесь очень много вариантов. Алексей, подождите, правильно ли я тогда понимаю, что сельские школы в любом случае окажутся в проигрыше? Ну, например, если мы говорим о тех цифрах, которые имеем на данный момент, и именно об Ауждаугавском крае, а из 43 самоуправлений, только 6 самоуправлений, они со знаком минусом идут, в том числе и Ауждаугава. А почему? У вас мало детей, вы не подходите к каким-то критериям. Еще раз отвечу, что если смотреть, что, например, 1 января, какие мы суммы получились, то особо ничего не поменялось. И те критерии, из которых можно делать какие-то расчеты, они тоже не поменялись, потому что за точку отчета мы берем 1 января. Но почему так у министерства получается? Наверное, смогут ответить они, только они. Поэтому мы с нетерпением ждем 10 мая, чтобы увидеть те расчеты, как именно министерство считает. Потому что на данный момент самый главный вопрос – узнать, как министерство подсчитало и как они вышли на эти цифры. Когда мы об этом узнаем, мы сможем о чем-то говорить более детально. Вообще-то, мне кажется, логичнее было бы, если бы министерство уже перед бастующими вышло бы с этими цифрами. Да, но, к сожалению, такого не произошло. Опять-таки, возвращаемся к этому вопросу. Почему они так к вам относятся? Ну, это, наверное, лучше всего спросить у этих политиков. И, конечно, на мой взгляд, понятно, что следующие выборы только через 4 года. И люди, ну, шанс, когда мы имели возможность повлиять на что-то, ну, к сожалению, мы его упустили. Но вот смотрите, сегодня активно и до забастовки сейчас активно обсуждается цифра. Это примерно где-то 8 центов в час, да, заработная плата? Нет, 8 евро 50 центов. А, 8 евро 50, да. Это много или мало? Кто-то, может быть, скажет, что и 8 евро у кого-то нет. Нет, если мы сравниваем с зарплатами учителей в Европейском Союзе, то в Латвии наша минимальная ставка, минимальная оплата за ставку, она вторая с конца. А кто еще ниже? Я не берусь говорить, но это из стран, ну, юго-востока. Балканские. Да, ну, балканские страны, скорее всего. Вот, поэтому если мы исходим из этого, ну, а в своих заявлениях мы всегда приверживаемся того, что мы европейская страна и разделяем европейские ценности, ну, наверное, пришло время разделять и заработные платы тоже. Смотрите, ну, такой вопрос может быть чисто для того, ну, просто подискутировать. Вот, ну, вот учителя выходят на улицы, учителя бастуют в классах, учителя обсуждают эту тему между собой, в том числе, там, и дома, в гостях, да. Но, а можно ли надеяться на то, что люди, которые получают в месяц по 8-9 тысяч евро, услышат тех, кто борется за эти 8 евро в час? Ну, почему те люди, которые как раз упомянутые ваши зарплаты получают, они не скрывают того, что они считают, что педагоги должны получать намного больше? Намного больше сколько? Они не говорят? Ну, те цифры, которые публично были высказаны, это от 2,5 тысяч до 3, и я вам скажу, что многие педагоги бы двумя руками поддержали бы это предложение. Другое дело, что мы ждем и действия со стороны этих лиц, да, то есть сказать, что они мечтают и хотят, это одно. Другое дело, а что они делают для того, чтобы эти зарплаты были подняты? Поэтому все в их руках. Ну, учитывая тот факт, что учителя практически каждый год то бастуют, то выходят на улицы, то проводят акции, ну, пока, слава богу, мирные протеста, ну, судя по всему, дальше слов дело не идет. Продолжим говорить об образовании буквально через несколько секунд. Ну что же, продолжаем говорить об образовании, и от забастовки плавно переходим к одному, также очень важному вопросу, который беспокоит учителей. И, в частности, мы говорим о том, что, ну, скажем так, несмотря на то, что Министерство образования об образовании в упорядочении числа школ взяло пока якобы перемирие, тем не менее, тема актуальна, дискуссии на эту тему ведутся, и буквально, ну, скажем, месяц назад появилась информация о том, например, что и в Далгов-Пелсе, и на территории Аурдаковского самоуправления, и на территории других самоуправлений количество школ должно быть уменьшено еще. Алексей, еще на сколько? Потому что, насколько я знаю, их и так уже мало. Да, я не знаю, какие планы у Министерства образования, поэтому не могу об этом говорить, но я точно знаю, что решили представители Аурдаковского края. А решение наше очень однозначное и простое. Сохранить все учебные заведения, которые на данный момент существуют, как можно дольше, потому что мы не видим каких-то других альтернатив или аргументов для закрытия или оптимизации данных школ. Да, мы, конечно, понимаем все трудности, с которыми самоуправлением приходится сталкиваться для содержания этих школ. Но я абсолютно уверен, что Министерство образования, когда они, ну, так легкомысленно говорят об сокращении школ, оптимизации школ, они даже не представляют, с какими проблемами они потом могут столкнуться. Например? Ну, например, это дорожная инфраструктура. То есть одно дело, когда школьный автобус собирает детей на территории власти или несколько властей, или, например, когда это уже будет довольно приличное расстояние. И здесь, опять же, вопрос встает о том, что соответствует ли всем требованиям безопасности дорожная инфраструктура, потом, действительно ли есть общественный транспорт или в каком состоянии школьные автобусы. Очень много вопросов. Если Министерство образования удастся их решить, то, наверное, может быть, я и я бы соглашусь. Но на данный момент никаких неподвижек, ни даже намеков на то, чтобы они могли бы решиться, решиться нет. Что касается, например, мы понимаем, если, например, закрывается школа, значит, какая-то часть учеников переходит в ближайшую или в другую школу. Здесь, опять же, другие проблемы. Что мы понимаем и видим те тенденции, которые происходят в городе, когда очень большие классы. В некоторых помещениях в наших школах установлены так называемые счетчики углекислого газа. И в школах, так как они построены были 100 лет назад, 50 лет назад, нет системы вентиляции, допустим. И понятно, что при увеличении количества учеников уровень СО2 по этим счетчикам также будет увеличиться. Другие материальные затраты, опять же, будут преследовать те школы, которые будут принимать учеников из оптимизированных школ. Поэтому этих проблем очень много. Министерство, оно не то что отказывается об этих проблемах говорить, оно уходит. Они не предлагают абсолютно никаких решений. И если говорить в общем, то мы уже 30 лет живем в такой ситуации, когда постоянно нас третируют тем, что нужно закрывать, закрывать школу, закрывать. В конце концов, тогда примите какое-то однозначное решение, четкое. Сделайте план этих школ в конкретном самоправлении. И как в последнее время появилась информация, что государство попытается перенять эти школы. Да, пожалуйста, но только сделайте это своевременно, открыто, и чтобы всем было понятно, что вы делаете. А не так. Один сказал здесь, другой дам. Потом министры поменялись. Все забыли о том, что год назад говорили. Получается, что министерство образования больше беспокоит не учебные процессы, на самом деле, а материальные какие-то, технические какие-то вопросы, решения. Сократить там, сократить там. Если мы говорим о качестве образования, а слово качественное образование звучало год назад чуть ли не со всех форточек, то на данный момент мы полностью забыли о том, что основная функция школы — это предоставлять качественное образование. А если мы посмотрим, что творится именно в преподавании, в учительстве, это катастрофа. Реформа школа 2030 полностью начала тормозить. Нам не хватает ни учебных пособий, ни знаний. Уже многие столкнулись с проблемами, которые именно процессуального свойства и характера имеют в виду. Поэтому проблем накопилось очень много. Их нужно решать незамедлительно. То есть учебников нет? Хотя обещала министр, что будут. По некоторым предметам их как не было, так и нет. И не будет. Мы надеемся, что, конечно, они появятся, но вопросов во времени никогда, потому что они нужны были уже вчера. Но получается, не случайно получается, что родители тогда прибегают к услугам репетиторов. И звучит критика тоже в адрес школ, что для чего платить дважды. Вот министр говорила, учителю, если он во время уроков ничего не может дать, а потом вдруг становятся репетиты. Совершенно верно. Львиная доля учеников так называемых топовых школ, они прибегают к услугам репетиторов. То бишь учиться в современной школе, которая входит в топ рейтингов различных, без репетиторов просто невозможно. Потому что если это большой класс от 30 и больше учеников, то я сам понимаю, как человек, который связан с образованием, что это намного труднее донести какую-то информацию и качественно провести урок, нежели в классе, где таких детей будет наполовину меньше. И опять же здесь вопрос заключается в том, что, может быть, наконец-то все-таки ограничить количество детей в классах, и это действительно повысило бы качество образования. А что делает министерство? Наоборот, мы делаем все возможное, чтобы эти классы были бы все больше и больше по количеству учеников. Хотя доказано, что эффективное преподавание, более эффективное и индивидуальное именно в классах, которые в половину меньше, чем нынешние. Ну понятно, но сами школы бессильны в решении этого вопроса, потому что если у них будет, скажем, 15, их просто закроют этот класс. Конечно, всегда встает риск, и если говорить о сельской школе, в которой я работаю, мы всегда подвержены такому риску, что в один прекрасный момент министерство может принять решение о том, что, например, в школе должно учиться 150 человек. В Бикеринской школе нет столько ребят. Но еще раз говорю, что качественное образование, индивидуальный подход, все то лучшее, что мы хочем внести в наше образование, оно достижимо только при меньшем количестве учеников, но точно не тогда, когда в классе сидят 30 ребят. Ну, мне кажется, что это понимают только сами учителя. Мы поговорим об этом буквально через несколько секунд. Мы продолжаем говорить об образовании, в частности, об, ну, скажем так, доступности образования в сельской местности. Алексей, ну, вот, как бы вопрос такой праздный, но, тем не менее, повторюсь, повторю его опять. К чему может привести реально закрытие школ в деревнях? Ну, слава богу, что все-таки привилегии и компетенции о принятии решения, закрытие школ в сельской местности, это в компетенции самоуправления отходится. Еще раз повторюсь, что если мы говорим об Ауждаугавском самоуправлении, то мы все, все представители Ауждаугавского края считаем, что нельзя закрывать ни одно учебное соведение, и нужно бороться до конца. Вот, но все-таки, если придется, придется это делать. Конечно, понятно, что ликвидировав учебное заведение в конкретной волости или в поселке, мы лишаем как детей, так и общество, которое проживает на данной территории, очень много, потому что, ну, чего скрывать? Школа — это центр культуры, это центр образования, это сердце, и все мероприятия, активности, они создаются вокруг учебного заведения. Вот, как только мы выбираем эту частицу, соответственно, происходит вымирание. Мало того, мы очень много говорим о том, что село вымирает, молодые семьи уезжают, да, ну, понятно, и, к моему, очень логично, что если ты хочешь перебраться в сельскую местность, например, построить дом, там, заняться фермерством, и в ближайшие округи не будет школы, ну, это лишние проблемы для родителей, и, конечно, они будут искать место, место проживания там, где образование, и школа для их детей будет более доступна. Вот, поэтому это государственная проблема, и это должно быть приоритет, и здесь очень хорошие примеры есть в Европе, в той же самой соседней стране, в Эстонии, где, наоборот, государство поощряет, то, чтобы школы оставались в регионах, поощряют родители, молодые семьи, чтобы они переезжали в сельскую местность. В Латвии, к сожалению, процесс происходит абсолютно противоположный. Ну, вероятно, кому-то это выгодно, и тут уже приходят на ум конспирологические версии, да, но действительно не будет школы, не будет дома культуры, не будет села, но это очевидно. К сожалению. Но еще один вызов, с которым столкнутся школы, в частности, Агурдагурского края, с нового учебного года обучение в учебных заведениях страны должно проходить только на государственном языке, возможно, я ошибаюсь там по классам, да, ну, там поэтапно, но тем не менее. Вот на ваш взгляд, школы к этому готовы уже или нет? Время-то было много дано на этот, как бы, переходный период. Ну, для начала скажем так, что если мы говорим про конкретные новшества реформу, все законодательные акты были приняты только в октябре, поэтому, ну, особого времени подготовиться, как вы видите, не было. Что касается полного перехода на государственный язык, ну, здесь мы говорим, что с 1 сентября полностью учебный процесс на государственном языке будет проходить в 1, 4 и 7 классе, то, на мой взгляд, нам нужно ответить на многие вопросы. Первый из них, действительно, в школе достаточно количества педагогов, которые смогут работать в этих классах. Здесь нечего скрываться. Конечно, знание и уровень знания государственного языка, но учителей, ну, он такой, какой есть. Вот, но, к сожалению, любой директор, он всегда будет стоять перед выбором. То есть оставить действительно профессионала, хорошего учителя, да, но со слабыми знаниями латышского языка, вот, и либо искать замену, которой нету, да, и потому что учителей не хватает, и это уже очевидно, потому что в Латвии стоит в преддверии очень большой катастрофы. Дальнейшее, насколько само общество готово принять, потому что, ну, все понимаем, что если в семье, говорят на латышский, по-латышски, или в семье хотя бы есть помощь какая-то ребёнку, то намного проще освоить. Материал. Да, материал. Конечно, это тоже, в принципе, полностью отсутствует этот момент. Ну, возьмём, к примеру, что вот ребёнок, который учится в седьмом классе, вот сейчас ему нужно будет учиться по программе, где только на государственном языке. Ну, чем ему смогут помочь родители, которые сами не владеют этим языком? Хотя на самом деле, ну, на родителей очень большая надежда. Ещё открытый вопрос, если вот мы говорим о проблемах, это ребята, которые учатся по специальным образовательным программам. Это дети, которые страдают аутизмом, там, болезнь, заболевания Аспергером, ещё различного ментального характера. Они порой на родном языке не разговаривают, или у них есть трудности. И как, например, в том же самом четвёртом классе теперь прийти и говорить с ними только на государственном языке? Я бы очень хотел бы, чтобы вот те люди, которые приняли это решение в министерстве, приехали бы в Биггеновскую основную школу и показали бы, как с ними работать. Поэтому, исходя от того, что я сейчас сказал, считая, что это утопия перехода и реализация этой реформы, на мой взгляд, было бы намного логичнее в 1 сентября переходить на государственный язык обучения только первому классу и так постепенно доходить до девятого класса, оставить в покое четвёртый и седьмой класс. Но так как, к сожалению, такое законодательство принято, нам придётся его исполнять. Ну и надеемся, что та поддержка со стороны министерства и правительства, она будет полноценной и достаточной для того, чтобы решить все наши проблемы, с которыми мы столкнёмся. А на сегодняшний день Биггеновская основная школа укомплектована педагогами? У вас всех учителей хватает? Конечно, как и в любой школе, которая реализовала до сих пор программу национальных меньшинств, у нас будут происходить изменения и в кадровой политике и так далее, потому что некоторым учителям не позволяет квалификация или специальность работать по определённым программам. Некоторые учителя, которым, грубо говоря, уже надоёл тот бардак, который происходит в системе образования, решили выйти на пенсию. И если вот учитывая все эти факторы, да, мы тоже сейчас находимся в поисках учителей, и очень актуальны как в городе, так и в сельской местности. Это преподаватели английского языка, начальная школа, у которых латышский язык основной. Вот таких людей просто нету, да, просто нету. И боюсь, конечно, чем дальше вот этот процесс будет происходить, тем более острее будет чувствоваться эта нехватка. И в завершении программы очень коротко, но очень важный вопрос с экзаменами. Ещё один вызов, я так понимаю, да, как-то экзамены сдаём по-новому. В чём сложности и с чем придётся столкнуться ребятам? Основная сложность, что правила игры, правила вот сдачи этих экзаменов, они меняются изо дня в день, да. То есть, ну, ещё весь этот процесс тоже очень ёмким словом можно назвать его как бардак. Вот, потому что непонятно дальнейшие процессы, которые будут происходить. Мы видим, что сейчас происходит с той системой экзаменационной, ну, я имею в виду, это электронная система, которая полностью, ну, не работает так, как ей нужно работать. Вот, и это ещё не начали, как бы, проходить централизованные экзамены. Поэтому мы очень с опасением относимся к всём, что нас ждёт впереди. Я надеюсь, что министерство исправит все свои ошибки. Ну, вы знаете, у нас вообще в стране с электронными системами всё очень плохо. У нас была когда-то система ЭВСЛВ, по-моему, миллионы стоила, да, её так и не запустили, а вторую запустили, и она тоже плохо работает. И со многими подобными системами у нас всё очень плохо. К сожалению. Да. Ну, на этом всё. Всем хорошего вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»